всем привет сегодня на обзоре фильм одного из моих любимых режиссеров джона карпентера и поэтому что-то критиковать а уж тем более отзываться в негативном свете о фильме я не вправе ну во-первых так как я не профессиональный кинокритик и во-вторых джон карпентер наше все кинолента 1995 года деревня проклятых деревня проклятых является вторым ремейком после ленты нечто который реализовал джон история довольно таки интересная если кто-то будет заинтересован почитайте первоисточник роман джона уидома кукушки медвича джон уидом кстати очень интересный автор взять хотя бы его творение день трифидов по которому также было снято несколько экранизаций вернемся к фильму джона карпентера интересна концепция колонизации планеты ну или если хотите эксперименты над выведением новой расы действующих по принципу общего сознания действие разворачивается медленно заметьте не вяло а медленно как и в самих произведениях джона уидома но будьте уверены джон карпентер в нужный момент доведет повествование до своей высшей точки тема инопланетян не в первый раз рассказано джоном в его фильмах здесь инопланетные гости замахнулись на самое дорогое что есть у людей на детей вернее сложно назвать с общепринятой позиции как таковое зачатие этих детей нормальным так как по сути женщины здесь выступили в ролях вынашивателей этого эксперимента который произвели звездные гости кстати о гостях ох как не рады были жители калифорнийского городка тому что здесь вновь объявился джон со своей съемочной группой даже несмотря на то что в этом городе у карпентера несколько лет был во владении дом местные уж слишком хорошо помнили как карпентер снимал здесь свой туман мало того предприимчивые жители старались выжать у джона любой свободный бакс например начинались съемки и вдруг сосед заводит газонокосилку и пока зеленая бумажка с президентом не отправится в карман его клетчатой рубашки наглец демонстративно косит уже лысую лужайку ох и тяжело ожидались ему эти съемки теперь то я понимаю почему он плюнул и ушел в свою любимую музыку кстати ребята музыку джон вновь написал к этому фильму сам поэтому синтезаторный аля карпентер саунд здесь присутствует как всегда будет интересен визуальный ряд например тот же момент сканирования детьми героя кристофера рива выглядит очень интересно кристофер риф кстати здесь выложился на полную катушку и если есть те кто считает что этот актер только и способен что носить костюм супермена посмотрите например фильм безумные подмостки ну или смертельная ловушка с его участием конечно очень жаль что именно после съемок в этой картине актер оказался до конца дней парализованным и прикованным к инвалидной коляске это все конечно грустно так же как и то что многие считают эту картину провальной в карьере карпентера некоторые умники даже номинировали ее на золотую малину по моему мнению это добротная научная фантастика где интереснейший сюжет обрамлен в хороший сценарий который адаптировали из старого операторская работа хорошо доносит до зрителей все тонкости сюжетной перипетии ведь оператор уже не в первый раз работает с джоном и прекрасно воплощает задумки режиссера на экран добрались мы до актерского состава кристофер риф майкл паре кристи аллей марк хэммилл сам маэстро наконец в эпизоде я думаю все согласятся что это не новички и хоть и не звезды первого калибра но все же специальные эффекты но какой же фильм джона без классного грима и эффектов несмотря на то что фильм не наполнен чудовищами и сценами космоса спецэффекты делала компания индустрия света и магии которая кстати принадлежит джорджу лукасу а это уже гарантия качества также есть информация что в работе внештатно принимал участие грег никотеро возможно знакомый широкому зрителю как главный супервизор эффектов сериала ходячие мертвецы ну так вот идея меняющегося цвета глаз у детей принадлежала именно ему в общем друзья я понимаю что и сама тема фильма как говорится на любителя ровно так же как у всех у вас есть выбор посмотреть черно-белый оригинал и его продолжение или версию карпентера в кассовом плане фильм конечно же пролетел очень крупно при затратах в 22 миллиона собрать всего 9 если вы скажете что режиссер уже стар и его время осталось в 70-х 80-х чем-то может быть вы и правы но в любом случае любой из его фильмов в том числе деревня проклятых словно часть одного полотна вселенной джона карпентера почерк легко узнаваем даже в новой трактовке произведения уидома я не стал вам пересказывать сюжета так как возможно обзор посмотрят люди не смотревший фильм рекомендую к просмотру всем любителям непознанного и теорий заговоров фанаты лента пришельцев тоже не должны остаться в стороне думаю стоит посмотреть как супермен кристофер риф отчаянно противостоит белокурым экстрасенсам-убийцам занесенным на нашу планету недружелюбными пришельцами в целях явно не носящий мирный оттенок хотя кто его знает что в их понимании мир и гармония на этом все а с вами был лфтл